Здравствуйте, Руслан. Я безумно рада видеть вас у нас в гостях, тем более в такой день у вас юбилей, год юбилейный, с чем я вас, конечно, поздравляю. И хочу, конечно, спросить, что для вас лично этот юбилей? Для кого-то это подведение итогов, для кого-то это просто цифра, как актер к этому относится? Для меня это катастрофа. Время так быстро идет. Это ужас, как быстро идет сейчас. Когда были молодые, время очень медленно шло. А теперь, значит, не заметишь, как год закончился. Не успеваешь что-нибудь делать, какие-то планы строить. Это катастрофа. Много-много планов, много идей, которые мы успеваем делать у нас в театре. Хочу большое юбилейное представление, шоу-представление, так и будет называться, юбилейный бенефис по случаю 65-летия рождения и 45-летия творческой деятельности. Я с 20 лет на сцене. Руслан, насколько сложно было вам трансформироваться от актера в директора, пусть и играющего директора? Вы знаете, Белла, это несложно было. Потому что я в течение 10 лет являлся заместителем директора по общим вопросам, по организации театрального зрителя. А до этого, в течение 20 лет, я был администратором, играющим актером, администратором. Заделывал гастроли, организовывал все гастроли, значит, по Ковырне, Балка, и по Саргозному краю. Потому что мне было это знакомо. Мне было это знакомо, мне было это знакомо отчитываться перед министерством. Мне было знакомо, значит, но это бухгалтерские дела, там у нас не такие большие суммы выходят у нас в театр, не больше их. Можно в уме посчитать. Два плюс два, это четыре, это у нас такие, это я знаю, дебет, кредит, царь, дома, вот такие вещи. Хорошие бухгалтеры, все. И поэтому мне не трудно было. Единственное, значит, конечно, была опаска такая с коллективом. Хотя косяк коллектива, который был со мной, они были за меня, они меня поддерживали. Это народный артист России, Азрит Агбаев, заслуженные артисты России, Борис Ухтенов, Руслан Семрезов, ну, Роза Хопчаева, само собой, значит. Вот они все, режиссер Хамзат Урусов, художник, ну, они все ушли из жизни, вот Мижев, Умар. Вот они меня поддерживали, и я сам, уже вместе с режиссером Хамзатом Урусовым, вместе с режиссером мы создавали коллектив, то есть собирали студию. Так, типа, артистов-то нет, которые обучающихся, потому что у нас нет возможности послать в Москву куда-нибудь обучить, там, ну, это большие деньги стоит. Так что мы учили талантливых ребят прямо на сцене, на работе, со сказок, учили, и мы уже шесть человек воспитали, они уже по семь, по восемь лет работают, они довольно-таки уже популярные, тем более они и как певцы популярны, и как театральные артисты. И вот этот косяк, было это трудно, боялся, была какая-то боязнь, вдруг коллектив не примет, как это с коллективом. Общий язык нашли. Прекрасно, очень прекрасно. Тем более с приходом главным режиссером театра от Мужзая Магомеда, он главный режиссер Балканского театра, Надочки, вот с ним мы вместе, значит, моральный, от Крима такой, значит, у нас в театре очень хороший. Ни для кого не секрет, что актерский коллектив, вообще творческий коллектив, это особая история. Тем более у вас работают такие мэтры, актеры, которые, актерское мастерство, которые работают более 50 лет, около 50 лет. И, конечно, у них совершенно свой собственный взгляд на эту жизнь. Как вы сосуществуете? Вы строгий директор? Стали самые преданные, которые всю жизнь нам дали, по 50 лет, как вы говорите. Если я сам 5 лет работаю в театре, там по 55 лет работают, 50 лет, 60 лет работают люди. Само собой, им что надо? Им, по вере возможности, допустим, как я пришел к директорам, руководителям театра, они получали один наклад, одну заработную плату. Но я изыскал возможность им сделать еще полставки. То есть сократил до минимума остальные должности, чтобы им дать. Допустим, Борис Рутенову, он получал как мастер, ведущий мастер сцены, зарплату как ведущий мастер сцены, заслуженный артист. Но я ему вменял в обязанности завлитературной частью. Это уже 0,5 ставки. Это уже что-то. А он, тем более, он это знает. Ничего не делает, он прекрасно знает это дело, свое дело. Вот таким образом, допустим, Тимбрезов, он у меня заместитель, еще актер. И таким образом, другим артистам, кому-то, значит, помощник режиссера, сделал. Тоже 0,5 ставки от минимальной ставки. Это уже плюс к своей заработной плате 8 тысячи. Сейчас 16, 200 минималка. Она же каждый месяц, каждый год два раза, она вот растет, растет. Вот таким образом, они довольны, потому что они не столько получали. Если бы я там, если кто-то, кто-то плохой, который и плохо играет, и нарушает, ну, есть такие бывают, я им никакие доплаты не делаю. Руслан, знаете, что я заметила, что у вас в театре много молодежи. Несмотря на то, что сейчас в регионах молодежь не очень охотно идет творческие профессии, я считаю, что это большой плюс для вас, как для директора. Какой ваш секрет? Ищем, ищем. Очень трудно. Никто не хочет поехать учиться. Мы ищем. И это талантливый артист. То есть Зульфа Чучаева. Вот актриса она. Она к нам прислала в 16-м году. Совсем молоденькая была. Сейчас уже сколько? 7 лет. 4-7 лет, да, как она у нас работает. Вот она, только начинающая певица, вот она пришла к нам. Она талант. От природы талантливый человек, она правда. Ее учить, ей отправляют куда-нибудь в институт, чтобы она теле не надо. У нее есть талант. Вот к чему я говорю. Учи, не учи, там красный тюкан получай, не получай. Это никакой роли не играет. Если у человека есть какой-то талант, это помогает просто, чтобы развить этот талант. А она талант. Режиссер сказала, она сделала. Муса, Нейбазов, то же самое. Сейчас они стали популярными. Зураб, Ужденов, они стали популярными. То есть актерству нельзя научить? Актерству нельзя научить, если таланта нет. Если таланта нет. В таких примерах мы тему знаем. Если таланта нет, если у тебя, если негибкая душа, если покопаться в душе, если ты не найдешь что-нибудь такое, которое может зажечь человека. А так приходить и слова говорить, выучить слова говорить. Очень холодно. Эмоции должны быть, голос должен быть, краски должны быть у артистов. Без таланта есть очень многие, которые хотят работать. Были таких, которых я мягко говоря, мы с режиссером, это не твое, тихо давай, мы через аттестацию не пройдешь, лучше давай напиши заявление и уходи, пожалуйста. Это не твое. Мы видим же, если ты сама не уйдешь, мы проходим через каждые пять лет. Нет, каждые пять лет мы тебя не пропустим. Зачем тебе это надо? Вот типа это надо, отбор, жесточайший отбор. Руслан, ну давайте вернемся к вашему творчеству. 45 на сцене, вами воплощено, насколько я знаю, около 200 ролей. Какой своей ролью вы больше всего гордитесь? Что для вас сцена? Волнение присутствует до сих пор или нет? Вот интересно. Есть, есть волнение. Само собой, плохо тот артист, который не волнуется, а перед тем, как выйти на сцену. Очень многие именитые артисты московские, у них этот вопрос все время спрашивают. Каждый раз они отвечают, да, без волнения нет. Волнение, дрожь, это мандраж называется, мандраж. Мандражуешь, мандражуешь, я даже текст забываю, с чего начинать. Но когда выходишь, это уже все поехало. Корабль пошел в свободное облавание. Все, там уже не остановить. А так мандраж, он есть, он присутствует. Человек, который не волнуется, это уже, он не готовый приходит, выходит на сцену. Он не готовый выходит на сцену. Он должен волноваться, он чувствовать. Он должен знать, что он будет говорить, с чем он приходит на сцену. Я с чем прихожу на сцену? Я должен с собой принести этот зрительный зал. Почему? Потому что из-за кулицы, когда я выхожу, уже там играя, оттуда приношу образ свой. Здесь уже люди смеются. Это потому что я уже играю. Потому что там уже я играю. Там очень много разных-разных этих приспособлений есть. Другие артисты бегают, дыхание свое, чтобы как-то так это самое. Это чисто технические, физические дела. Я ничего не делаю. Я просто стою и думаю о роли, и все. При этом мандраж. Руслан, вспоминая ваши роли, я лично вспоминаю больше все-таки комедийные роли. Вы считаете, что это ваше амплуа, комедия? Ну, я считаю, что я, скорее всего, трагикомик. Ну, в основном-то я комедии играю, но мне приходилось и трагедию играть. В самом начале творческого пути я в 22 года сыграл 75-летнего старика. Старика Токчуков Борисович, я для этого собесного царства, я его небесное. Он меня, назначил меня на роль Дарданилла, старика 75-летнего. Для этого они мне париклысы сделали, нос, вот, значит, горбинкой, бороду нацепили, толщинку сделали. Ну, это была трагическая роль. Трагикомедия это называется, трагикомедия. Люди плакали, я сам на сцене плакал. Вот трагикомедия. Скорее всего, ну, не драма, я драму не люблю. Хотя приходится и драму играть. Прототипа Юрия Лермонтова я играл в «Двух братьях». Ну, это драма. Это такое уже... Простая роль, ходишь и говоришь, тексты, ничего не переживаешь, ничего не ломаешь, ничего не ломается у тебя внутри, ничего не переворачивается. А здесь, вот, допустим, Ходжа Насрайдин, великий, знаменитый, есть Ходжа Насрайдин, это восточный герой такой, которого зачастую все-все театры, даже фильмы представят о нем, о нем ставят как о шутнике, балагуре, о нем говорят, анекдоты рассказывают про него, что он шутник, балагур, ну, что не зверный человек. А мы с Хамзатом Урусовым написали, значит, о дороге Ходжа Насрайдина, как философа. Потому что Насрайдин, он переводится, верующий Насрайдин, он верит, наш Дин, Дин – это вера. Вот мы его сделали, верующим человеком, философом, вот это было трудно. Когда мы поехали в Дагестан со спектаклем на гастроли туда, они своего Насрайдина играли, они вечно, ну, шутника, балагура, вот, колумбура такого, значит, они когда увидели, мы что, такую трактовку сделали, трактовку, да, ну, а как вы думаете, интересно, любимец народа, всех народов, не только одного народа, но это он должен быть таким, а не просто шутником, там, балагуром, каким-то таким, он должен быть философом, потому что он, он Архаяма читает стихи, вот он Коран читает, и при этом он, конечно, само собой через это наказывает всех этих прочих, но он философ, вот таким образом, мне эта роль очень тоже понравилась. С кем из режиссеров у вас сложился вот такой крепкий творческий тандем? На протяжении всей своей жизни вы работали с очень многими режиссерами, кого бы вы сейчас могли вспомнить? Самый первый мой режиссер это был Шахар Биалиев, чье имя сейчас носит наш театр, с ним у меня первые шаги были, в такой известной пьесе Хальман Байримуковой, «Выбор невесты» или «Беспамильная невеста», «Выбор невеста» у меня главную роль играл, но потом он мне роль в своей пьесе «Ходжай Азраил» тоже роль дал, но с ним было очень интересно, он первый профессиональный режиссер, первый профессиональный режиссер нашей области, который отучился в Москве, приехал, получил диплом. Он был очень действительно, он был и комик, и трагик, и комедий ставил, также трагедии, драмы ставил, великолепный. Был в самом рассвете, он умер 54 года. Потом, значит, параллельно с этим я работал с Тахчуковым, очень интересный режиссер, Лахчан Детеце тоже умер с ковид, забрала его тоже с собой, с ним очень интересно было, у нас очень большие, много спектаклей мы с ним ставили, тем резвия были его любимчиками. Ну и Хамзат Урусов, с которым мы молодой режиссер относительно их, мы вот последние спектакли, дороги «Ходжина Средина», я с ним работал, большая такая. Так что вот они, которые были у меня. Я знаю, что ближе к ноябрю у вас готовится интересная премьера, если можно, расскажите об этом. В данный момент мы обкатываем спектакль на гастролях Харча, который поставил по пьесе Дина Мамчуевой, Харча поставил Магомед Татмужнаев, режиссер Волгарского театра. Мы уже с прошлого года везде бываем, по всех районных центрах, везде побывали, даже в Ставропе побывали. Мы этот спектакль будем везде показывать, потому что этот спектакль воспитывает нашу молодежь, это история нашего карачаевского народа, это история, истоки нашего народа. Это действие происходит в 15 веке, конец 14 века, начало 15 века, когда жил военачальник, основатель, предводитель, полководец карачаевского народа Харча. Об этом спектакле мы это должны все время держать в репертуаре и показывать. Ну, значит, у нас задача, театр такая. У нас государственное задание, это поставить 2 новых постановок в год. Каких-то театров чуть больше, потому что у нас народу много, у нас есть куда ехать по республике, потому что мы не успеваем показывать. И мы вот сейчас поставили одну концертную программу, уже в этом году, составленной из произведений Лермонтова, Пушкина, Чехова. Вот такие отрывки и песни, поющие же. Это легкие такое для, это для школьной программы, для школьников, которые вот с 14 лет и до 16, пушкинская программа. Это эстрады идет, отрывки идет, это все те же басни, все те же, которые по теме. Потом мы это поставим еще на карачаевском языке, уже для карачаевского зрителя, а это на русском языке. А сейчас мы приступили по нацпроекту. Городам более 300 тысяч субсидирует Москва, деньги дает на постановку. Мы это ставим, но это уже фестивальный спектакль мы ставим балкарского автора, называется «Самум». Или по-простому «Изнанка тишины». Изнанка тишины. Это очень серьезная вещь, современная вещь. Очень серьезная. Мы ее на фестиваль, на юркоязычных народов, на международный фестиваль, чтобы повести. Вот мы сейчас заняты этим делом. Хватит каждый раз комедии играть, там директора бани, там 34-я, или кто-то в карте плачет, а здесь задуматься надо. Потому что тема очень-очень острая тема. Тема острая, которая касается всех народов. Ну что же, Руслан, я рада нашей встрече. Я еще раз поздравляю вас с вашим юбилеем. И благодарю за интересное интервью. Спасибо вам.